итак друзья мои добрый день всем привет у меня просьба сразу пока я не появился там скажите как меня слышно и как вам видно картинку напишите пожалуйста кто может чтобы я понимал что мы можем продолжать слышно хорошо по звуку напишите пожалуйста так все замечательно спасибо большое все тогда мы с вами будем начинать сейчас секундочку отлично здорово так а вот теперь уже и я есть так еще раз здравствуйте я так понимаю что для большинства это добрый вечер у меня это утро сейчас это у нас с вами сегодня общение и трансляция по просьбе моих друзей с воде востока с дальнего востока когда у нас абсолютно разные часовые пояса вот но тем не менее я так понимаю что могут слушать люди с разных мест поэтому в любом случае здравствуйте давайте сразу обозначим тему о которой мы сегодня с вами поговорим надеюсь что именно на это вас приглашали речь шла о здоровье о профилактике о том как не болеть или если заболели как влиять на первую причину в общем все то что касается здоровья тема которая для многих людей она но настолько актуальна сейчас причем с разных сторон для кого-то актуальна тема профилактики и принципе просто быть здоровым я всегда ну скажем так с огромным уважением отношусь к ребятам молодежи которые вроде бы еще здоровы и нет проблем и они реально заинтересуются тем как это все сохранить когда они думают о своих родителях первую очередь ну то есть это ну прям честь и уважение этим людям но конечно очень много людей которые но скажем так чтобы чуть-чуть снять вот эту вот ответственность не повине и даже часто потому что информация о том как быть здоровым что нужно делать что влияет на первую причину но и реально очень ну то есть и и и не было этому не обучали ни в школах не в институтах не садиках нигде и люди имеют проблемы со здоровьем и сейчас к этой информации пришли именно в этой стадии когда уже все пора что то делать или я готов сдаваться все давайте давайте помогайте спасайте меня и так далее вот об этом все мы сейчас с вами поговорим почему я могу об этом делиться с точки зрения своего опыта потому что на протяжении 11 лет точнее 13 лет 11 лет я занимаюсь этими вопросами профессионально 13 лет моя семья следует по этой концепции мне сейчас 30 лет то есть практически скоро будет половина всей моей всей моей жизни я в этой сфере я этим занимаюсь темой здоровья и а вот очень важный момент знаете как я не хочу претендовать на звание гуру супер уникальными обладающего супер уникальными знаниями технологиями и почему потому что те люди которые так себя позиционируют они хотят себя возвеличить они хотят чтобы у них был огромная очередь там из людей и они им всем помогали у меня всегда была совершенно другая задача я понимал одно что если мы говорим о здоровье все должно быть просто просто настолько чтобы я эту информацию передал моей маме бабушке с дедушкой чтобы я научил этому моему ребенка и дальше чтобы обучая людей этой информации они могли ее дальше передавать а не говорить вон есть эксперт давайте пойдем к нему он нас вылечит то есть я считаю что истинная помощь это как будто дать человеку удочку а не рыбку тогда он сможет эту информацию продвигать дальше только благодаря вот этому подходу лично благодаря мне в моем окружении от меня больше десяти тысяч человек которые получили результаты причем это не просто теория это факт подтвержденный кучей там исследований и внешний вид и результатов людей то есть это действительно работает и вот я сейчас буду делиться теми знаниями и тем опытом который я приобрел за последние 13 лет на своем примере на примере людей обучаясь у людей которые ну давайте так они лучше своей сфере причем не просто с точки зрения лечения а именно с точки зрения образования и понимания и наша с вами тема сегодня это именно концепция здоровья и комплексный подход первую фразу с которой я хочу начать если очень часто когда общаюсь с людьми с этого люблю начинать и вводить людей некоторые стопор я говорю вы знаете что на самом деле диагнозов не существует человек смотрит такими глазами что ты вообще рассказываешь почему диагнозов для меня не существует они существуют естественно но абсолютно бесполезно влиять на них точнее можно и можно облегчить там привести состояние ремиссии там и так далее но а если мы хотим действительно быть здоровыми мы должны понимать что у любого диагноза есть первопричина и на тысячи диагнозов которые прописаны в медицине есть всего лишь несколько причин почему люди болеют глобальная причина ну давайте так если мы говорим о концепции здоровья мы всегда должны рассматривать здоровье как комплексный подход и второе мы должны понимать принцип возобновляемости клеток что для меня комплексный подход это значит что все наш весь наш организм вот если взять меня дату на 70 процентов мы состоим с вами из воды и здесь у нас плавают 12 систем системы состоят из органов органы из ткани и ткань состоит из клетки вот клеточка это как рыбка в аквариуме так чтобы совсем такой образ для нас с вами был понятен и концепция такова вот эти рыбки плавают в нашем аквариуме и вопрос риторический а какие условия мы создали внутри себя в своем аквариуме и комфортно ли вот этим клеткам получать питательные вещества соответственно выводить токсины регулярно налажен ли этот процесс правильно или у большинства из нас действительно мы там разводим болото когда мы не пьем правильную воду когда мы питаемся слизеобразующей едой когда мы смешиваем белки и углеводы которые начинают гнить и бродить когда мы никогда не чистились от паразита мы неправильно питаемся и так далее вопрос что произойдет с клеткой эта клетка она будет постоянно отравляться потому что она находится фактически в том же самом болоте и у меня вопрос когда дальше как следствие появляются разные проблемы вот здесь вот мы их ощущаем когда болит голова когда что-то не так происходит когда проблемы с кожей волосы выпадают мы пытаемся влиять на следствие хотя на самом деле мы должны влиять на причину и комплексный подход это знание востока знание запада это разделить человека на запчасти и каждый отдельный орган вручить специалисту знание востока это рассмотреть организм как единое целое вот это первый базовый принцип в концепции здоровья и второе это возобновляемость клеток то есть эти клетки они регенерируют мы сами с вами прекрасно это знаем порезали кожу она новая опять нарастилась то же самое внутри нас создайте правильный процесс и при этом все будет нормально проходить итак давайте поговорим о пяти факторах которые делают либо чистый скажем так аквариум в котором бурлит жизнь энергия рыбки себя чувствуют нормально или наоборот мы разводим болото пять факторов психология физиология в области в принтом скажем так в понимании движения воздух вода и еда если с движением в принципе все понятно если человек не двигается никакие там добавки витамины ничего ему в корне не поможет он не будет разгонять лимфу у него не будет выработка той самой энергию не будет сжигать калории и так далее то есть двигаться надо факт закрыли тему с воздухом каждый решает по-своему этот вопрос переезжая куда куда-то в другие места но по факту мы с вами знаем качество нашей экологии вот о психологии о воде и еды еды мы поговорим чуть чуть больше это вообще наша основная тема сегодняшней встречи об этом скользь что я понимаю в под пониманием психологии и вкладываю это слово первое что психология это значит понимание человека зачем он делает те или иные вещи ну к примеру колоссальное количество проблем именно от непонимания ну к примеру когда у человека болит голова и он идет в больницу да в аптеку за анальгином или за аспирином который будет ему кровь разжижать я всегда спрашиваю скажи мне ты это делаешь ты понимаешь зачем ты понимаешь что аспирин воды в крови не добавит ты понимаешь что голова болит не потому что и не хватает анальгина то есть очень многие вещи реально есть заблуждение когда у человека по очень многим аспектам на самом деле ну к примеру у человека токсичный запах пота что мы привыкли делать мы же все хотим быть красивыми и свеже пахнуть что мы делаем мы начинаем пользоваться дезодорантами а особенно большая опасность когда дезодоранты 24 часового действия мы замуровываем выход лимфы то есть лимфа течет всегда снизу наверх есть лимфоузлы это как таможня под последняя инстанция да а теперь представьте вывод токсинов он заблокирован куда это все пойдет естественно она будет в организме накапливаться мы не даем выходу нашим токсинам следующее когда у человека идет насморк и он капает капли сосудосуживающего эффекта естественно слизь это иммунитет переработанный с вирусами грибами или бактериями от этого кстати зависит цвет нашего насморка она опять же остается внутри нас и человек вместо трехдневной простуды получает недельные затяжные осложнения это все я отношу к псих к психологии психологии того что человек должен понимать когда ко мне приходит человек с проблемой первое что я делаю я никогда не говорю о конкретных программах я говорю ты должен разобраться с этим пунктом смотреть видео какие я тебе дам веди ольга бутакова тематику которая тебя интересно и бери изучай бери разбирайся почему я не хочу быть в роли вершителя суде вот тебе программа я тебя вылечил не бывает панацеи и не бывает программы которая бы вылечила человека то есть психология это изменение своего мышления вот это я сюда вкладываю и только потом мы уже берем программы оздоровление и так далее ну что давайте с психологии мы с вами завершим хотя здесь очень могу много примеров приводить и того что люди делают неправильно в течение своей жизни и чаще всего реально даже зная об этом мы не можем это исправить ну потому что такова жизни и не можем и завтра идеально правильно все начать делать вопрос как выровнять все что мы сейчас будем говорить это всего лишь как снять нагрузку вредных факторов или чем-то их компенсировать я задаю часто вопросы как вы считаете мои бабушка с дедушкой прабабушка прадедушка которых уже нету которые дожили до восьми десяти лет они жили в другое время чуть вид конечно да они у них было по-другому с психологией в движением воздухом водой едой и в копилку со здоровьем они что-то положили сейчас они расходуют нынешнее поколение что туда положила она на это потребительское отношение к своему жизни к своему здоровью вопрос какими я буду бабушкой бабушкой не буду каким я буду дедушкой каким мы будем вот наше новое поколение молодежи когда станет старше это очень большой вопрос на самом деле и вот об этом стоит задумываться и это нужно понимать поэтому с вредными колонками которая выросла за последние 50 лет полезные факторы уменьшились наша задача выровнять вот на что направлена наша концепция здоровья так я периодически буду посматривать как меня видно вроде бы замечательно сюда отлично все идем дальше значит давайте поговорим о первом фундаментальном моменте это вода первый шаг в нашей концепции здоровья и о нашем алгоритме эта тема воды здесь два момента момент количества и момент качества что важно знать с точки зрения количества первое физиологическая норма это 30 грамм на килограмм веса то есть девочка на 50 килограмм должна пить полторы литра девочка которая весит 100 килограмм ее норма ну соответственно 3 литра воды почему это настолько важно и почему здесь происходит самое большое непонимание давайте так тема очень обширная могу о ней долго говорить поэтому буду делать отсылки на некоторую информацию запишите себе сейчас ольга бутакова болезни обезвоживания или ольга бутакова вода это академик при организации объединенных наций ролик про воду набрал до миллиона просмотров это популярно действительно я рад тому что люди к этому сейчас все больше и больше приходят вы представьте себе когда я первый раз смотрю вот эту запись она рассказывает что будет человеком если он не допивает воды и она рассказывает о проблемах вызванные этим и она перечисляет те вещи которые прям цепляют мою семью вот сто процентов она показывает те вещи например давайте пробегусь по базовым моментам первое она говорит кровь это плазма это река которая должна течь представьте не хватает воды ваша кровь превращается в кисель она вязкая становится она не переносит кислород отсутствие энергии следующее у человека поднимается давление чтобы эту кровь протолкнуть дальше наша лимфатическая система это наша канализация если кровь это транспорт лимфа это канализация она застоянная опять же от нехватка воды если ты надеешься что ты выпиваешь стакан воды у меня вопрос и тебе его хватит у тебя грязь на полу тебе хватит стакана воды тебе нужен пол там ведро пол ведра ну не суть а то есть больше воды чтобы растворить когда человек пьет не воду а что-то другое он уже пьет не растворитель он пьет что-то растворенное в воде и вода не несет функции детоксикации она не может вывести те самые токсины следующее поговорим о пищеварении еда должна пройти там через животок толстую тонкую кишку и дальше и всасывается она уже в конце в толстой кишке вода теперь представьте воды недостаточно вода должна вот эту всю еду полностью везде протолкнуть если ее недостаточно организм выйти высасывает воду уже в самом ну скажем так конечно нашем пути нашей еды и он получает токсично отравленную воду первый признак зашлакованного и грязного организма когда человек пьет воду его подташнивает потому что эти токсины в кишечнике смешиваются с водой вода всасывается организм обезвожен и человек получает головные боли и плохое плохое ощущение вопросы с кожей дорогие женщины которые хотят всегда иметь свежую красивую кожу вопрос увлажнения самой фразе заложена суть кожу нужно вода нужно все очень просто поэтому по воде вот я считаю что это чуть ли не миссия моя миссия эту миссию приняла компания сейчас глобально миссия называется hydrate the world напоить весь мир передать культуру потребления воды показать какую воду мы с вами можем пить с точки зрения качества воды не буду очень долго эту тему сейчас рассматривать но мы должны четко разграничить хорошая вода очищенная там бутылированная с колодцев с источников и живая полезная вода это абсолютно разные вещи полезная живая вода это вода которая проникнет в клетку выведет из нее токсины это слабоще овощная вода структурированная с правильным поверхностным натяжением с правильными минералами этой воды есть именно живой воды их несколько мест в мире несколько источников и по сути то что выбрала для меня моя семья для нас то что мы для себя выбрали покажу вам как это выглядит это вот то что мы пьем с нашей семьей это продукт коралмайн называется. Это чистейший дар природы. То есть это человек говорит, Саш, я не верю, что химическим способом можно что-то с водой сделать. В том-то и дело, что нельзя химическим. Но, если мы добавляем природу, то есть делаем с водой контакт с природой, а коралмайн это чистейшая природа, это измельченный коралл, который полностью меняет биологические свойства воды. Мы получаем воду, которая заменяет поездку в лучшие санатории мира. Вот даже можно об этом больше не говорить. Я всегда говорю, попробуй. Попробуй хотя бы несколько недель, месяц на этой воде. И даже если ты пил обычную воду, ты на этой увидишь другие результаты. Но у тебя даже может пойти насморк, у тебя может побаливать голова, ты можешь почувствовать свое тело по-другому. Вода начнет работать совершенно по-другому, не так, когда ты пил обычную очищенную воду. Станет чуть-чуть больше энергии, станет чуть-чуть лучше пищеварение, чуть-чуть более выносливым будешь, в зале особенно это почувствуешь. То есть вот, что делает правильная вода. Я уже не говорю про освоение полезных витаминов, минералов, которые люди сейчас ну культурой есть уже потребление правильной воды. Друзья мои, но это всего лишь мой выбор. Какую воду пить вам вы решаете сами. Изучайте, исследуйте, если хотите. Можете довериться. Итак, это по воде. Я надеюсь, вы успеваете за моей скоростью речи. Если не успеваете, вы мне пишите. Я периодически буду притормаживать. Ну, надеюсь, что успеваете. Тогда идем дальше. Значит, берем следующее. Ну, кстати, да, отеки из-за бытовой воды, когда вода не усваивается. Нормальная. Идем дальше. Поговорим с вами о нашей еде. И вот эта таблица, она имеет... Я знаю, сфотографируйте себе экран. Запишите себе. Почему? Потому что кислотно-щелочной баланс. Об этом мы сейчас с вами поговорим. И мы плавно переходим к вопросу, связанных с едой. Кислотно-щелочной баланс и вот эта линия, это фактически линия жизни и смерти. И нейтраль, это считается 7. 7,7 и 5 это слабощелочная среда. Это среда, в которой должны плавать наши органы, ткани и клетки. Вот. Чем ниже, тем хуже. Чем выше, это щелочная среда. И теперь туда-сюда, сейчас поиграемся со слайдами. В тридцать втором году Нобелевскую премию получил Отто Варбую за то, что доказал, раковые клетки не растут в щелочной среде. Услышьте сейчас вот эту идею. Она имеет огромное значение. Услышите хотя бы эту фразу, вы можете намного продлить свою жизнь и избавить себя от колоссального количества проблем. Что это значит? Он доказал, что по сути онкоклетки, они живут у каждого из нас. Давайте так, уйдем сейчас вот от этих тяжелых названий. Болезнетворные вирусы, грибы, бактерии. Они живут в неправильной среде. Я когда спрашиваю человека, как ты считаешь, паразиты это причина или следствие? Человек говорит, ну это наверное причина, проблем. Это следствие закисленного организма. Если ты создаешь болото, в этом болоте всегда будет живность. Травить живность можно и иногда нужно, но она завтра опять появится. Спросите себя, сталкивались ли вы с подобным вопросом, когда вы пропили какую-то оздоравливающую программу, а дальше проблема опять возвращается. Мы среду не почистили, мы не убрали болото. И наша проблема заключается в том, что большинство еды, которую мы едим, она относится именно к этой среде. 80% слизеобразующей еды в нашем рационе. Термически обработанная еда, практически все мясо, молоко, колоссальное количество всего того, что в супермаркете продается. Щелочной еды у нас очень мало. И исходя из этого всего, организм тратит кучу энергии и сил, чтобы это как-то компенсировать. Вымывается кальций, магний, калий, натрий. Это щелочные минералы. И дальше можно задуматься, а почему у меня суставы разваливаются, почему у меня проблемы с сердцем, почему у меня нет энергии. Да потому что организм постоянно борется вот с этим всем. И как результат происходит такая интересная штука. Пустая еда и ее последствия. В 2018 году более восемнадцати миллионов человек заболели раком. Причем в десятом году это было десять миллионов новых людей. В четырнадцатом четырнадцать миллионов. И в восемнадцатом, друзья мои, восемнадцать миллионов человек. Посмотрите, что мы сейчас имеем. Это данные я взял несколько дней назад из Всемирной организации здравоохранения. Это факт. То есть это не то, что я сейчас придумал. И в первую очередь поражаются пищевод, легкие грудь, желудок, толстая кишка и печень. Таким образом, что это значит? Каждый пятый, каждая, каждая пятая женщина и каждый пятый мужчина, в скором будет иметь вопросы, связанные с онкологией. Это в мире, это общий факт. И вот эти все органы, которые прежде всего затрагиваются, это органы нашего пищеварения, как правило. И дальше легкие, это как, опять же, один из способов избавиться от токсинов. Почему? Когда у нас не справляется почки и печень с выводом водорастворимых и жирорастворимых токсинов, естественно, подключаются все остальные резервы. Какие? Это кожа. Что такое высыпание на коже? Что такое вот там проблемные там всякие, не буду сейчас диагнозы опять же уходить. Это то, что накапливается внутри. То, что не переваривается и то, что не выводится. И второе это легкие. Посмотрите у людей, у которых частые простуды, частые там какие-либо выделения из носа. Опять же не буду говорить диагнозы, хотя могу. оперировать этими вещами. Это говорит о том, что в организме избыток грязи и токсинов, которые накапливаются. Вопрос. Что мы должны с этим всем делать? Сокращаем отравленную еду. Давайте так. По возможности мы сами знаем примерно, где мы можем лучше питаться. Сказать, что завтра каждый из нас с вами будет правильно вести образ жизни, ну я сомневаюсь. По крайней мере в начале. Потому что у нас нет ни энергии, ни времени на то, чтобы это делать. Причем, ну реально мы очень много вещей будем продолжать делать неправильно. Мы будем продолжать смешивать белки и углеводы. Хотя на самом деле, что происходит? Углеводы в желудке должны находиться 20 минут и потом идти в кишечник. Они и дальше расщепляться в щелочной среде. Если мы мясо съели с кашей, а белок растворяется в нашем желудке 2 часа. Представьте, белок еще не растворился, а углеводы начинают бродить. И вот это все вздутие, отрыжка и вся вот эта вот история. Это говорит о том, что мы делаем колоссальное количество вещей неправильно в нашем образе жизни. Поэтому в идеале частично это нормализовываем, как у нас есть масса знаний, как это делается. Но даже если ты не способен это сделать, есть второе решение. Это проводить регулярные очистки. И вот это вот я считаю самый универсальный, самый правильный, самый здравый путь к здоровью. Регулярно, раз в полгода проводить профилактическую очистку. Не тогда, когда уже все, уже иду сдаваться, когда поставили страшные диагнозы, а раньше. Есть такая точка, которая называется точка невозврата, когда еще можно отмотать назад. Очистить организм от чего? Первое, желудочно-кишечный тракт. Второе, лимфатическая система. И третье, бактерии, грибы и паразиты. Это некий комплекс, который мы с вами должны регулярно делать. Более того, когда у меня люди проходят очистку организма, вы не представляете, с каким отношением они дальше приходят. Ну, кто еще не пробовал, конечно. И как они благодарят за свои ощущения, как они себя чувствуют по-другому, как у них легкость появилась, энергия. Мне женщина вчера написала, Александр, тема похудения интересна. Вы об этом будете рассказывать в вебинаре? Похудение это следствие, когда ты наводил процессы вот с этим. Но, я задаю логичный вопрос большинству людей. Говорю, ты слышал об этом? Да, ты мне Америку не открыл. Говорю, и? И что будем с этим всем делать? Он говорит, ты как-то очищался раньше? Он говорит, ну, я слышал, я там какую-то настойку пил. Ты считаешь, ты комплексно поработал? Ты реально создал условия, чтобы вывести паразита, вот эти все процессы? Говорю, да нет, я это понимаю. И так большинство людей знать и идти по этому пути разные вещи. И более того, если я спрашиваю, скажи мне, а как ты считаешь, много ли в современном мире адекватных, комфортных, безопасных очисток организма? Человек говорит, нет, я практически не знаю таких. Потому что каждая из них, она требует изнурительного, вот этого мучительного, скажем так, переживания. Короче, не буду сейчас эту тему развивать, мы сами прекрасно это знаем. Я покажу вам всего лишь тот выбор, которым я иду уже на протяжении 13 лет, моя семья и десятки тысяч людей. Это укомплектованные программы, которые работают, они у меня здесь стоят. Я чуть-чуть про каждую из них расскажу. Каждая из них 100% натуральна, на травах, она укомплектована. Разрабатывалась каждая из них десятилетиями. И сегодня я считаю это достояние вообще человечества. Почему? Это лучшая система очисток, которая существует на данный момент в принципе в мире. У меня были такие истории, еще некоторые, сразу же вам аналогию проведу. У меня есть друг в Германии, зовут Максим Бургард. Можете его в инстаграме найти. Он сыроед, он правильно питается, там очень много правильных вещей делает. Но он понимает, что ему очистка тоже необходима, там от тех же паразитов и так далее. И у нас был такой момент в компании, когда реально пошли перебои. То есть компания не успевала за возрастающим постоянным спросом. У нас, кстати, периодически такое бывает, уже с пониманием отнеситесь, потому что это не химию разбодяжить. Это действительно сырье вырастить и это определенный процесс. Так вот, он мне показывает фотографию, говорит, Саня, покажи, я тебе покажу сейчас, к чему ты меня довел. Вот это вот, я не помню, что именно, или повынь, или, короче, не знаю точно, он мне называл название этих трав, я уже не сильно ориентируюсь. Вот, он говорит, Саня, вот это то, что я заказываю из Казахстана, это то, что я потом, говорит, высушиваю, промываю, потом делаю себе смузи там разное в блендере, и вот это вот я пью три раза в день для того, чтобы очиститься. И там колоссальное количество трав. Это человек, который фанатичен в плане своего здоровья, но, с другой стороны, реально, как чистились наши прабабушки, прадедушки? Они чистились чем-то натуральным, травами, настойками всякими разными и так далее. Вопрос, можем ли мы сейчас это делать? Можем ли мы это правильно делать, сохранив свойства без термической обработки, пойти в лес или там заказать где-то? Может быть, в нашем современном ритме мы живем, зарабатываем деньги, куда-то движемся, в том числе для того, чтобы в себя чуть-чуть инвестировать? Может быть, чтобы пользоваться уже готовыми решениями? Но если нет, выбор каждого, это тоже можно делать. Так вот, какие решения есть и какие решения мы для себя нашли? Первая программа, эта программа называется Coral Detox. Coral Detox. Разработана профессорами Подхомутниковыми, она укомплектована. Можете найти видео в интернете. Detox. Ольга и Владимир Подхомутниковы. В чем ее особенность? Они выводят 100% токсинов, помогают в этом. 80% из них водорастворимых и 20% жирорастворимых. И вся эта программа направлена на то, чтобы растворить, навадить процессы выделительной системы, разжижить кровь, запустить в работу лимфу, нашу ферментативную систему, помочь нашему организму от этого всего избавиться. И сюда входят 4 продукта. Первый это Coral Mine, это вода, о которой мы с вами поговорили. Второе, это продукт H500. На сегодняшний момент самый мощный антиоксидант в мире. Помните, мы говорили с вами про исследование Отто Варбурга, и насколько важно поднимать защитные резервы, ощевачивать организм, и насколько важно давать нам энергию. Вот это делает H500. И плюс он выводит водорастворимые токсины. Идем дальше. Это ассимилятор, это растительные ферменты, основной их комплекс, который помогает разжижать кровь, растворять уже жирорастворимые токсины. И лицетин. На нем пару слов остановлюсь подробнее, потому что это наш с Юлей самый любимый продукт, и в том числе, я думаю, для Николь, которая сейчас уже скоро 6 месяцев, 27 числа будет. И до беременности, и в период беременности, и после у меня Юля постоянно потребляет лицетин. Почему это важно? Из лицетина состоит миелиновая оболочка наших нервных клеток. Соответственно, память, работоспособность, стрессоустойчивость напрямую зависят от того, потребляем ли мы лицетин из еды. Следующий момент. С точки зрения такого, скажите, пожалуйста, как вы считаете, в течение всей нашей жизни регулярно ли мы питались, все ли мы правильно делали в нашем образе жизни? Естественно, нет. К чему это приводило? Представьте себе, когда, чуть-чуть из знаний физиологии опять же коснусь, когда еда попадает к нам в желудок, она очень сильно там окисляется. Потом она должна попасть в кишечник, и реально, ну там PH очень высокий, PH 8-9. Каким-то образом должно измениться PH. Это происходит за счет выделения желчи. То есть, желчь постоянно смакивает нашу еду. Но происходит это во время приема еды. Вопрос, если мы в течение жизни нерегулярно питались, а еще не пили воду, помните, мы раньше об этом говорили, желчь начинает застаиваться. И потом у каждого, наверное, третьего, четвертого человека проблемы с желчным. Камни, песок и вся эта история. Что делает лицетин? Он помогает прочищать желчные протоги, он помогает оттоку желчи. И наряду с ассимилятором, вот у меня есть реальные результаты применения, когда в течение полугода человек регулярно пьет воду ассимилятор лицетин, и у него камушки или песочек, через время на УЗИ их либо вообще не становится, либо они становятся меньше. Представьте сейчас сразу себе, какому колоссальному количеству людей потенциально нужна эта программа. То есть, друзья мои, по сути, программа Coral Detox или Detox Plus, посмотрите Plus, потому что это усиленная его версия, это программа, которая из болота делает реку, которая дает сразу же в первый месяц ощутимые результаты. Лучше выносливость, больше энергии, лучше работоспособность. Многие замечают сразу же изменения по коже, то есть кожа как будто увлажняется, начинается, ну, женщины вот особенно любят это все замечать. По волосам тем же самым, по пищеварению. Кто-то говорит, слушай, у меня давление стало меньше скакать. Это, кстати, вот программа, на которую мы бабушку с дедушкой, мы с папой, бабушке, мы это объясняли на протяжении двух лет, она нас не понимала. И когда уже в очередной раз, очередная, скажем так, очередной стационар, когда там капают с утра до вечера и не приводит к нормальному результату, через время все возвращается, мы бабушке подсовываем книжки, чтобы она это все читала, она наконец-то нам начинает доверять и начинает пользоваться. И со временем она говорит, слушай, я совершенно по-другому себя чувствую. Потом часто, ну вот каждый раз мы к ней приезжаем, она говорит, что бы я делала, если бы не ваши продукты. То есть я вам сейчас передаю это с точки зрения отношения. Для меня это не просто продукт, который я продвигаю, я этим живу, этим живет моя семья уже 13 лет. Я просто делюсь тем, что реально помогло нам, вам решать, что делать с этим. Итак, программа Coral Detox это первая базовая программа, с которой мы начинаем. Что мы делаем дальше? Дальше мы плавно переходим к программе нормализации желудочно-кишечного тракта и антипаразитарной программе. Почему важно от паразитов чиститься? Несколько таких важных фактов и примеров. Давайте так, по паразитам. Что это за ребята такие? Первое, они едят то, что едят мы и едят нас. Второе, они регулярно ходят в туалет. Куда? Опять же в нас. Вот эти вот все, да, интоксикации, аллергии, задумайтесь откуда. И следующее, они периодически умирают под разным воздействием и опять же начинают развагаться. Вот эта вечная интоксикация, это наши ребята. Где они могут проявиться, да где угодно. Причем большинство проблем по-женски. Не буду сейчас опять же уходить в диагнозы, но паразиты это тема одна из самых обсуждаемых сейчас в мире. Что у нас для этого есть? У нас есть программа, которая называется целевая программа здоровый кишечник. Которая укомплектована таким образом, что в ней есть три этапа. Первый этап, второй этап и третий этап. Посмотрите видео Ольги Бутаковой, здоровый кишечник, она об этом рассказывает очень детально. Здесь и суперфлора, папайя, листья черного ореха, люцерна, карнитин, лицетин, заферан, каскара, артишок, лицетин. То есть огромный комплекс, собранный воедино по очень доступной цене, который в комплексной программе, вот в этой, он дает огромный результат. Если есть желание поработать еще и с вирусом, грибами и бактериями, можно добавить кору и серебро. И вы получите комплекс антипаразитарной программы. Это то, что наша семья делает регулярно. Сейчас я вот опять же буду заходить на программу здоровый кишечник, сам буду пить. Там в инстаграме и фейсбуке буду делиться своими опять же новыми ощущениями. Почему? Да потому что не идеально мы правильно питаемся. Это вот у всех у нас есть такой грешок. И фактически Калавада, вот эта программа, это то, по сути, к чему мы готовились двумя вот этими этапами. Потому что именно Калавада, ну это как квинтэссенция очистки. Калавада это считается самая мощная и комплексная программа за всю историю человечества. Ее разработал Альберт Зерр на протяжении 20 лет он ее разрабатывал. Сейчас ему 80 лет, можете посмотреть его ролики, как он выглядит. В чем ее особенность? Это очистка, которая за 14 дней как пылесос отколупливает вот эти все заскорузлые остатки недоперевариванной еды. Вот этой всей слези, которая вокруг нас его кишечника, она собирает и как генеральная уборка мы все из дома нашего убираем. Почему важно подготовиться к детоксам Калаваде? Потому что это реально мощная и очень сильная очистка. И с другой стороны она полностью безопасная. Ее может проходить абсолютно любой человек. Да, там с применением, с следованием по системе питания правильного, все рекомендации там есть. Что мы получаем на Калаваде? Прежде всего, вы представьте, мы избавляемся от всего того, что мы 30-40 лет себе накапливали. Все вот это добро, нажитое непосильным трудом, помните, три портсигара, то-то-то, как в фильме. То есть мы это все в себе долгие годы накапливали. Представьте, как будет себя чувствовать человек, который от этого избавляется. Следующий момент вам расскажу. Представьте себе, у большинства из нас растянутые желудки и растянутый кишечник. Почему? Желудок это вот как наш кулак. Вот это то, что мы можем съесть за разовый прием еды. Сколько в наших тарелках будет на обед или на ужин? Ну, подумайте сами, когда будете накладывать себе еду. Почему так происходит? Еда пустая с одной стороны, а с другой стороны желудок растянут и не происходит насыщение. Мы едим-едим, едим-едим, едим-едим. Желудок вечно работает, он вообще не отдыхает. Вы можете все время отжиматься, все время заниматься спортом. Нам нужен отдых. А желудок у нас вечно работает. А еще и нагрузим тяжелой белковой едой. К чему я это все сейчас рассказываю? Первое. На калаваде есть шанс уменьшить живудок. Реально он почистится. Дав правильную еду, можно меньше начать есть. И можно мгновенно начать решать проблемы с лишним весом. Опять же, водный режим добавить к этому правильный, продолжить. Почему? Часто, когда мы не допиваем воды, организм синдром жажды заменяет на синдром голода. И мы хотим есть. Норму воды он все равно получит. Просто из еды, при этом нагрузив себя. Второе. Кишечник. Представьте, когда кишечник растянут, он давит на ближайшие органы. В кишечнике всегда температура на несколько градусов больше, чем во всем нашем теле. А теперь представьте, вот эта грелка в виде кишечника начинает надавить на ближайшие органы. Что будет с органами, если начинать греть? Развитие всякой патогенной флоры и проблем. Та же самая сигмовидная кишка, которая находится рядом с седальничным нервом. Седальничным, да, правильно? Когда спина, когда голова начинает болеть, когда ногу начинает тянуть. Друзья мои, первый признак того, что нужна очистка. Кому нужна очистка? Абсолютно любому человеку. Молодым ребятам, которые хотят иметь детей. Кстати говоря, причина бесплодия запишите себе. Номер один, это причина грязного организма. Сто процентов, причина выкидышей, то же самое. У меня есть десятки семей, а лично благодаря мне более 30 семей, которые ставили диагноз бесплодия. Сейчас у них есть детки. Со всеми подтверждающими документами. Люди 10 лет, вот сейчас у нас было событие, Майя. 10 лет занималась тем, что она ездила по странам, по клиникам, ей пытались помочь. Пришла на наши концепции, даже не допила коловаду, вот прошла 3 этапа. И она забеременела, сейчас есть ребеночек. Не кайф ли это, не здорово ли это, когда ты реально можешь помочь человеку? Люди, у которых проблемы годами накапливаются, представьте, мы влияем в первую очередь на первопричину. Бодрость, энергия, работоспособность. Как можно себя чувствовать, если ты свой организм привел в порядок? Задача просто один раз попробовать. Для начала разобраться. Итак, я надеюсь, мы как бы уловили эту тему, основной ее принцип. И дальше очень коротко пробежимся по следующим базовым понятиям. Это питание клетки. Это вообще отдельная тема, где мы можем с вами часами разбирать это. Но один базовый принцип. Нобелевский лауреат Алексий Скорель провел эксперимент. Он поддерживал ткань эмбриона курицы на протяжении 34 лет. То есть он просто создавал ей правильную среду. Добавлял туда микро-макроэлементы. И оно не разрушалось 34 года. Он потом эксперимент остановил. За это получил Нобелевскую премию. Он доказал, что если нашим клеткам и нашему организму давать правильное питание, он будет регенерировать. Не котлеты, кетчуп, майонез и то, что мы едим. А то, что реально будет давать нам здоровье. Так вот, еду мы должны с вами брать для двух вещей. Для энергии. Кстати говоря, от солнца та же самая. Почему летом мы хотим меньше есть? Потому что мы энергию получаем извне. В обычное время мы из еды ее больше получаем. Но, кто замечал, что поел и энергии вместо того, чтобы больше стать, ее меньше стало. Когда мы наелись, наперли, как говорится, до отказа наш желудок, наше пузо. И мы ничего делать не можем. Энергия, еда пустая и еда мертвая. Что нам необходимо? Нам нужен набор и это называется клеточное питание. Каждый божий день нам это необходимо. Аминокислоты, это как кирпичи. Минералы, это как цемент, бетон. Витамины, они все заставляют взаимодействовать. Запускают работу. Ферменты регулируют процессы, как начальник стройки. И насыщенные жирные кислоты, это защита от чужеродного проникновения. Наша вот как мембрана, да? Мы ее, кстати, тоже регулярно разрушаем моющими средствами и так далее. Которые потом с тарелки с еды мы регулярно едим. И разрушаем вот эту мембрану. Нашу в мозгу, в том числе, в первую очередь. Так вот, что мы должны с вами знать? Что ту еду, которую мы сейчас едим. Ну, к примеру, вот наш рацион. Завтрак, обед, ужин. Ну, плюс-минус, да? Что происходит? Аминокислоты при температуре 80 градусов разрушаются. Смотрите наш рацион. Дальше. Минералы при 60 градусах становятся неорганические. Витамины, ферменты уничтожаются от температуры, от консервантов, соль, сахар, уксус. От солнечного света и от времени. Вопрос, сколько витаминов в нашем варенье? Внучок, скушай, пожалуйста. Будет иммунитет у тебя хороший. Это химия. Шестой класс. Об этом всем там рассказывают. Мы просто это никогда не примеряли на себя. И насыщенные жирные кислоты, опять же, разрушаются при температуре. К чему я это говорю? В 90% нашего рациона с разрушенным полностью питанием. И наш организм это все пытается синтезировать. И в конечном итоге нам не хватает. Нехватка кальция к чему приведет? Нехватка калия к чему приведет? Это наше сердце. Сосуды как могут быть крепкими, эластичными с годами 60-70 лет? Посмотрите на людей пожилого возраста за 70. Как они себя сейчас чувствуют? Что происходит? Чем можно помочь? Да только подготовив организм и регулярно начав давать ему питание. Q10 это убихинон. Это то, что входит, то за что ученый Нобелевскую премию получил. Нам жизненно необходимы колоссальное количество продуктов, микро-макроэлементов для поддержания себя. И вот здесь, в Коралловом клубе, вы можете найти целую школу по питанию. Вы можете взять готовые решения. Такие как, сейчас еще чуть-чуть поговорим об этом. Напитать организм, аминокислоты. Вот это все, микро-макроэлементы, это все то, что есть у нас. Есть готовые решения. Такие как, ну один из примеров вам покажу. Это программа, которую я сразу буду пить со здоровым кишечником после очистки. Программа Mental Force. Полностью нормализация работы головного мозга и нашей всей нервной системы. Почему это настолько важно? Потому что по сути, помните психологию. С этого все начинается. Понервничал, густая кровь, адреналин выделился, до свидания. Понервничал, открылись язвы, гастрит открылся и так далее. То есть нервная система это как столб, на котором все держится. И это одна из готовых программ. Такие программы есть на весь наш организм. Питание костной системы, питание нервной, питание иммунной системы. Просто поддержание в общем нашего организма. И чтобы это все подытожить, сертификаты, гарантия, качество, производство Германии, Америка, Японии, Канада. То есть страны топовые в плане качества. 20 лет на рынке, 38 стран, 288 магазинов. Это бренд, такой как Apple, Samsung в телефонах. Это тоже самый бренд сейчас становится в области здоровья. Но просто мы можем брать что-нибудь, а можем брать лучшее из этой серии. По кстати, очень доступной цене. И идем дальше. Защитить организм. Ну это в принципе все то, о чем мы говорили. Это как поддержание будем называть. И сейчас хочу поделиться результатами. Это результаты реальных моих знакомых, которых я знаю, даже могу вам дать их контакты. Это результат с Кавамы. Это в Украине у нас парень, который на протяжении 8 лет мучился. Я когда вчера показываю, мы с ребятами футбол смотрим. Говорят, да ну это какой-то фотошоп. Я говорю, ну тебе что увеличить может быть? Давай я увеличу, ты посмотришь как это выглядит. Вот это 8 лет. Вот это вот несколько месяцев, следуя по нашей концепции. Что это можно придумать? Этого человека в городе все замечают. Слушай, как ты выглядишь круто. Что с тобой происходит? Вот так и продвигается информация. Намного лучше, чем рекламой, телевидением и любыми другими способами и коммуникациями. Следующее. Это Ирина Савчук. Живет здесь в Киеве. Вот это опять же вопросы с кожей. Мгновенно можно решать эти вопросы, просто наладив процесс изнутри. Следующее. А вот это вот результат восстановления тазобедренного сустава у ребенка 5 лет из Словакии. В 5 лет началась проблема. До 3 ничего не было. В 5 лет началась проблема. Посмотрите, полностью отсутствующий, ну фактически сустав разрушенный. Там разные причины следовали этому. Не буду сейчас даваться подробности. Врачи говорили, это инвалидность. Врачи говорили, ребенок практически не будет ходить. Что происходит дальше? 3 года. Да, однозначно, это не месяц, не два. 3 года по нашей концепции. Белурон, клеточное питание. Посмотрите, что произошло со суставом. Это реальные снимки. Кому интересно полностью описание, могу дальше передать. У ребенка к 8 годам он реально... Ну вот представьте, ребенок сейчас живет. Он радуется жизни, он бегает. Он наслаждается, он кайфует от жизни. Я считаю, что это только ради этого стоит этим заниматься, стоит об этом говорить. И гордо, и уверенно это нести. Когда мне люди говорят, ну вот, это же там деятельность или еще что-то. Вы знаете, вот вы меня, может быть, видите первый раз в жизни. Но я однозначно приеду к вам в регион. Я говорю, это в Италии, в Германии, в Польше, куда я езжу. Я хочу еще раз с вами увидеться, и мне будет не стыдно с вами дальше общаться. Я уверен, вы получите результаты, вы будете вдохновлены. И мы с вами даже станем партнерами. Вы захотите эту информацию продвигать как миссию, как идею. И при этом самому становиться успешнее. Почему? Это деятельность в том числе. Конечно, кто-то должен это делать. Продвигать полезную информацию. Почему нет? Так вот, вот это главная ценность. Помощь человеку и научив его изменению его привычек. И дать ему правильную основу, что влиять нужно на первопричину. Следующий результат это Мария Асачия. С папой мы познакомились несколько лет назад. Это результат ровно 90 дней. Причем без изнурительных тренировок и изменений качественно, там полностью образа жизни. Вот что происходит. У меня вопрос к девушкам, у меня вопрос к женщинам, мужчинам. Как насчет того, чтобы к лету привести себя в порядок? Как чтобы убрать вот этот спасательный круг? Больше энергии почувствовать? Не чувствовать эту отдышку, когда поднимаешься на 9 этаж? Ну, мне кажется, было бы неплохо на самом деле. Чуть-чуть поздоровее быть, да? Вот, опять же. И последний результат хочу им завершить. Наталья Красий, 54 года. Это человек, от которого моя семья получила информацию. Мой папа. 54 года. Честно признаюсь, я когда был помоложе, я иногда попадал в очень неловкую ситуацию. Когда мы с кем-то общаемся, я говорю, ну я там с бабушкой общался, я лет 50. Я такие недоумевающие взгляды женщины на себе всегда ловил, не понимал, с чем это связано. Оказывается, в 50 лет, это еще как бы не бабушка, может быть по статусу, но не бабушка в понимании. То есть, 50 лет можно, ну я не знаю, ну как вы считаете, клево ли выглядеть 54 года так, как выглядит Наталья? Это не грамма фотообработки, чтобы вы понимали. 10 лет назад возьмите фотографию, там ситуация не такая, что это дар от природы выглядеть молодой и красивой. Это работа регулярная, просто по чуть-чуть добавлять в свой образ жизни, интегрировать то, что будет тебе помогать, то, что будет тебя поддерживать. Не ради ли этого все происходит. Мы часто, когда держим Николь на руках с Юлей, у меня такое чувство, что бурлят эмоции, ребенку сейчас 6 месяцев, это для нас очень радостный момент в жизни был. Я валю себя на мысли, я хочу жить дольше, я хочу дольше этим всем наслаждаться, я хочу увидеть там ее детей, ну короче, далеко не буду заглядывать, но основная идея. Я хочу быть молодым и красивым долго и сохранить, насколько это возможно, здоровье моим семьям и моим близким. Вот ради этого я делаю. И когда мне человек что-то говорит про финансы, я говорю, открой холодильник, приведи меня к себе домой, и мы посмотрим, сколько хлама у тебя там лежит, ты сам свои проблемы регулярно покупаешь за свои собственные деньги. Ходя в магазин с продуктами питания, то сэкономь там немного, да направь здесь, можешь там, я не знаю, на 10 долларов в месяц, бери на 10, можешь больше, бери на 50, на 100, как можешь. По чуть-чуть, делай что-то для своего здоровья, инвестируй в себя, это твой выбор каждый день, и от этого будет зависеть твое здоровье. И самое главное, мы сами должны понимать, что здоровье это не одноразовый курс, здоровье это стиль жизни, вот я к этому вас призываю. И самое главное, чем я хочу подытожить, это то, что на сегодняшний момент, давайте так, вопрос, как вы считаете, нужна ли эта информация людям сегодня, даже с точки зрения знаний. Если вы найдете какой-то другой для себя алгоритм, пожалуйста, я считаю, что, ну если вы сейчас дослушали, конечно, эту запись, что я как минимум сделал доброе дело и поделился с вами правильной, нужной информацией. Найдете другие решения, ну не вопрос, присоединитесь к нам, замечательно, увидите результаты, мы поможем это сделать. Но у меня вопрос, как вы считаете, в принципе, эту информацию должны знать люди, об этом нужно говорить, посмотрите, что будет дальше, посмотрите через 20-30 лет, вот попробуйте заглянуть в будущее с точки зрения здоровья. И из этого истекает момент, какой, ты можешь сам этим пользоваться, сам чисто для себя, вот закрыться и спрятать эту информацию. И есть второй путь, это заняться тем, что дать человеку шанс, дать информацию, я не говорю про продажи, я не говорю про уговоры, про убеждения. Мне часто люди говорят, нет, 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 бизнес, вот это все не для меня. Я говорю, слушай, а с каких пор бизнес, помощь людям точнее и реально искреннее желание помочь, все превратилось однозначно в бизнес. То, что тебя будут благодарить за рекомендации, но я считаю это правильно, как благодарят врача, учителя, инженера, когда платят своему зарплату. Почему бы здесь не благодарить, но реально за правильную помощь, за искреннюю помощь. У меня колоссальное количество врачей, приходя ко мне сюда, с главной миссией продолжать помогать другим людям, но намного в большем масштабе. Ты в одиночку можешь помочь, ну сотням, ну двум сотням людей. Если ты приходишь к нам, мы обучаем не только передавать эти знания, а как эти знания передавать дальше. Как сделать так, чтобы было десятки тысяч людей. А теперь представьте с точки зрения развития. Масштаб темы воды, масштаб темы очистки или питания. И какому колоссальному количеству людей мы нужны. Сегодня этим пользуется один человек на 10 тысяч. И естественно мы ищем людей, с которыми мы дальше будем двигаться. И есть и обучение, и много всего, что реально поможет здесь стать более профессиональным. Но это наш с вами выбор. И я не имел права вам об этом не сказать, потому что возможно у вас есть люди, которые себя сейчас ищут, которые хотели бы улучшить качество жизни, помогая другим людям. Выбор за нами. Друзья мои, я очень рад был поделиться этой информацией. Надеюсь, меня было хорошо видно и слышно, потому что я не вижу с обратной стороны комментариев ваших. Напишите сейчас, как вам встреча, что вы для себя взяли, может быть кто-то уже пользуется. Я с огромной радостью готов прилететь к вам, где бы вы ни находились, в какой стране, если там соберутся аудитории и люди, ответственные к этому. И можем дальше с вами быть друзьями, общаться и обмениваться опытом. Обратитесь к людям, которые вас сюда пригласили. Они обязательно вам дадут информацию, вы сможете разобраться в этом более детально. Вот прямо сейчас можете им написать, уже не откладывая. Потому что важно, вот пока есть этот подсыл, начать уже что-то делать. Все, вам хорошего вечера или дня и будьте здоровы. Спасибо. 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 Спасибо.